Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 15 апреля. Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофы 20 века, в Атлантике, по пути Саутгемптона в Нью-Йорк, США, натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник». О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и отчерков, поставлено несколько фильмов. После столкновения стонущего судна на воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. По разным данным в этой катастрофе погибли от 1400 до 1517 человек. Спасшихся было в два раза меньше, всего 700 человек. В этой трагедии полностью погибла машинная команда. Красавец «Титаник» один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров был построен в том же 1912 году по заказу судоходной компании «Уайт Стар Лайн». Он поражал своими размерами архитектурным совершенством. Его длина, как писали газеты того времени, была равна длине трех городских кварталов, высота двигателя в высоте трехэтажного дома, а якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компанию «Уайт Стар» называла корабль не иначе как «непотопляемый», обещая пассажирам полную безопасность. Но спустя всего лишь несколько месяцев первом же рейсе «Титаник», столкнувшись с айсбергом, затонул. Правый борт корабля был распорот от самого форштевня на протяжении 90 метров. Обломки погибшего лайнера оставались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Баллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября 1985 года в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаунгленд. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.